Для меня Пушкинский музей начался еще в молодости. Я был страшный поклонник Цветаева. И когда я узнал, что отец Цветаева основал этот музей, я стал сюда ходить. Ходил здесь по всем залам и всегда наслаждался этим музеем. Потом, когда я уже перестал быть студентом и постепенно становился композитором, я был сюда приглашен в качестве такого почетного гостя на разные выставки. И мы дружим с Еленой Александровной Антоновой, которая, дай бог здоровья, много лет возглавляет этот музей. Она меня приглашает сюда. Я, конечно, бывал на декабрьских вечерах. Короче говоря, вся жизнь связана с этим музеем. И я очень надеюсь, что сюда будут ходить и мои дети, и внуки. Художник, о котором у нас сегодня пойдет речь, бесконечно любил музыку. А когда мы всматриваемся в глубины его картин, очень быстро начинаем подпадать под его воздействие, его музыкальной внутренней гармонии. И эту особенность, именно этого живописца, отмечают практически все специалисты, которые занимаются его творческим наследием. Они буквально в один голос говорят, что очень трудно найти еще одного такого же мастера, который бы столь тонко чувствовал музыкальные образы и столь точно переносил их на свои холсты. И надо сказать, что наиболее чувствительными к этой внутренней музыкальности полотен этого художника оказались композиторы. Так рассказывают, что замечательный русский композитор, дирижер, пианист-виртуоз Сергей Рахманинов, когда впервые на вернисаже увидел картину «Остров мертвых» кисти этого художника, испытал такой творческий подъем, что буквально в считанные дни написал одноименную симфоническую поэму. Да и свою швейцарскую виллу Синар Сергей Рахманинов приобрел только потому, что природный ландшафт, в который был вписан дом, его напомнил пейзаж из острова Мертвых. Более того, он даже не поленился пригласить специалистов, дабы те взорвали некоторые скальные участки вокруг озера, и реальный пейзаж стал бы походить на написанный еще больше. Написанный замечательным швейцарским мастером, чья кисть, очевидно, была сродни скрипичному смычку. Имя его Арнольд Беклен. Ну, конечно, довольно странная страсть жить на «Острове мертвых», но важно то, что Рахманинов, как известно, увидел не оригинал, а некую копию. Эта копия была черно-белой. Это так его заворожило, так ему понравилось, что он написал вот эту самую поэму «Остров мертвых». Получилась замечательная музыка, очень такая сумрачная, глубокая. А потом Рахманинов увидел оригинал, и ему это понравилось гораздо меньше. И он сказал, что если бы я увидел цветную такую вот царю, я, может быть, не написал бы этой музыке. Самой же завораживающей для самого Беклена оказалась гипнотическая стихия музыки Рихарда Вагнера, который, как известно, к живописи не тяготел, и свой дом картинами не украшал. Исключением стал Беклен. Именно швейцарца, немецкий реформатор, пригласил для декорирования своей оперы «Зигфрид». А Беклен даже в свой зрелый автопортрет ввел вагнеровские мотивы мистического одиночества. И среди всех его самоизображений это, пожалуй, самое настораживающее. На нем художнику 45, и, подобно своему любимому Данте, земную жизнь он уже прошел более чем наполовину. А в этой работе чувствуется отголоски средневековый Данс Маккабр, пляски смерти. Есть явная отсылка и к эстетике мастеров Северного Возрождения. Но если в наследие старых мастеров Лидия с косой доставалась роль только напоминающего о бренности всего сущего, то в Бекленской смерть музыцирует. Отсюда и самое распространенное название этого автопортрета. Автопортрет со скрипкой смерти. В ней есть какая-то органика, какая-то настоящая такая, ну, драма, что ли, трагедия. И музыка, и эта скрипка, и это лицо смерти, и сам художник. Ну, ее нельзя расшифровать. Ее нельзя так однозначно понять, что, знаете, я вот там думаю о смерти и думаю о музыке. Ну, это примитивно слишком. Тут есть какой-то глубинный смысл, который, может быть, трудно сформулировать словами, но это, безусловно, замечательная, великая работа. Сам Беклен, говорят, усматривал в своем автопортрете со смертью не финал, а побуждение к творческому процессу. Что и привлекает, очевидно, композитора Александра Борисовича Журбина, который приходит в Пушкинский поразмышлять о мистически-одиноких и философско-музыкальных живописных гармониях Беклена. Есть ли вообще связь между живописью и музыкой? Для некоторых есть, а для некоторых нет. Например, вы знаете, что композитор Скрябин, например, имел так называемый цветной слух. Он считал, что каждая нота и каждая тональность, там, скажем, фа диэс мажор – это красный цвет. Ведь весь мир, на самом деле, строится на неких законах гармонии, которые в музыке наиболее четко сформулированы. В музыке это как в капле воды отражена Вселенная. Художник никогда об этой математике не думает. Он просто ее ощущает интуитивно. Я уверен, что Бах не был компьютером ходячим, который отсчитывал все эти формы. Тем не менее, его произведения, вот его фуги, каждая миллисекунда рассчитаны, как будто это был гениальный компьютер, огромный компьютер, которых тогда, конечно, не было. Он просто это интуитивно чувствовал. Вот у художника, и, очевидно, у Беклена, тоже было какое-то внутреннее интуитивное ощущение этого ритма, этой гармонии. Так получается. Просто Бог дает такое ощущение. Глядя на картины Беклиной, мы очень легко можем себе представить самого художника этаким одиноким волком, личностью мрачной, почти мизантропом. На самом деле Беклин был совершенно другим. Он был теплым, открытым. Он очень любил людей. И все хотел попробовать в этой жизни. Ему все было интересно. Но близко знавшие его отмечали одну главную особенность Беклина – семейственность. Причем в круг его семейственности входила не только его нежно любимая жена и центры его мироздания, его дети, но и все те, кто волей или неволей оказывались рядом с Беклиным. А Беклин сам очень любил наблюдать, как возятся его дети. Любил сам с ними возиться. И каждый раз сетовал, что ему не хватает времени. Действительно, ему было очень сложно. Дело в том, что у Беклина была огромная семья, целых девять детей. И ему, конечно, надо было их содержать. А вот тогда он увлекся мифологическими сюжетами, как раз его собственные дети, его любовь, его наблюдение помогли ему писать так, как он писал. Дело в том, что когда он начал населять этими мифическими существами свои пейзажи, он смотрел на них через призму детства. Быть может, именно поэтому все эти детеныши природы так органично живут на холстах Беклина, шалят, озорничают, прещутся в морской пене или просто лентяйничают. Почти как собственные дети самого художника. С той лишь разницей, что эти детеныши мифических существ, например, в маринах Беклина, рыбохвостые. Мода в то время была на мифологию. Я знаю, что многие художники вокруг него тоже рисовали всякие там Гераклы, Нептуны, Посейдуны, кентавры. И в каком-то смысле это было отражением времени. В определенной степени сам Беклин однажды стал модой. Причем мода на Беклина надолго пережила самого Беклина. А истоки ее стартовали как раз от острова мертвых. Интересно, что Беклин обычно не давал своим работам название. Остров стал исключением. Всего же Беклин написал пять вариантов острова. Стоящая в лодке фигура в белом саване и саркофаг перед нею отсутствовали и в первом, и во втором вариантах и были дописаны позднее. А образ острова запредельного одиночества еще в 70-е тревожил Беклина. И это отчетливо видно в его серии «Виллы у моря». Четвертый вариант острова погиб во время бомбежки Дрездена в годы Второй мировой войны. Но немецкий художник-символист Макс Клинген успел сделать с него гравюру. И эта гравюра украшала кабинет Зигмунда Фрейда в Вене. Репродукция с острова висела и в кабинете министра культуры Франции Клемансо. Задолго до этого она успела поукрашать скромное жилище вождя мирового пролетариата в Цюрихе господину Ульянова. А Гитлер даже купил третий вариант этой картины. Всего же у фюрера было 16 Беклиных. Никто, конечно, не считал Беклина провозвестником идеологии нацизма. Но увлечение его живописью, известным мистиком и главным фашистом планеты подорвало посмертную репутацию художника, который долго еще фигурировал в истории искусства как любимый художник Адольфа. 21-е столетие Беклина реабилитировало по всем статьям, чего пока так и не дождался Рихард Вагнер. Например, в Израиле его не исполняют. До сих пор, прошло уже там 200 лет со дня рождения Вагнера, до сих пор его там не исполняют. Потому что считают, что он был любимый композитор Гитлер. Но я всегда говорю, ну Вагнер в этом не виноват. Понимаете? Про Гитлера, конечно, не принято говорить про него ничего хорошего, но тем не менее приходится сказать, что он действительно любил искусство. Он еще мальчиком ходил в Венскую оперу, где он жил, так сказать, ему было там 16-17 лет, и слушал все оперы Вагнера. Он знал их наизусть. Понимаете? Он, конечно, был маньяк, убийца, негодяй. Но нельзя же отрицать того, что да, он любил искусство. Он любил Арнольда Беклина. В Раду Беклинах из поколения в поколение передавалась одна семейная притча, согласно которой произошла их фамилия. Дело в том, что Беклины жили в Базеле, недалеко от Маркплац, а рядом стояло некое здание, которое почему-то называлось «У трех баранов». Так вот, Беклины были убеждены, что именно от этого названия и произошла фамилия их рода. Ну, чтобы было понятно нам, русским, давайте переведем в нашу славянскую этимологию. Тогда Беклин превратится просто в бараново. Сам Беклин очень любил эту историю и очень часто пересказывал ее своим друзьям. Арнольд Беклин родился в 1827 в швейцарском городе Базель. Его отец христиан Фредерик Беклин был купцом, торговал тканями и недвижимостью. Матушка, урожденная Урсула Липпи, занималась детьми. В семье их было восемь, Арнольд третьим. Дед художника по материнской линии происходил из рода выдающегося мастера немецкого возрождения Ханса Хольбина младшего. Беклины никогда не бедствовали, но когда у мальчика прорезались живописные склонности, отец огорчился, поскольку полагал, что живопись нестабильна в достатке. Скепсис отца смогли смягчить мать и гимназический учитель Вильгельм Вакернагель. И 18-летний Арнольд оказался в Дюссельдорфской академии искусств в классе пейзажиста Шербера. Брал частные уроки и у Фербаха, немецкого риблинина, так на севере Европы называли художников на вечно покоренных Италии. После окончания академии много путешествовал, на некоторое время задержался в Женевской мастерской известного пейзажиста Александра Калама, последователя французской школы Фонтенблон. Далее Париж, революционные события в Германии, вступление в швейцарскую армию, знакомство с дочерью базельского бондаря Луизой Шмидт, обручение и смерть невесты. Беклина 23. Не сразу, но с горем помогут справиться Италия, музыка Верди и новое чувство. Его женой станет дочь стража Ватикана Анжела Паскучи. Под ласковым итальянским солнцем родятся их первенцы. И почти сразу же Беклин напишет свои первые мифологические картины. В 57-м Италию покинет. Через два года окажется в Мюнхене, испытает благосклонность двора, король Людвиг I приобретет одну из первых его работ на мифологическую тему. Но уже в 60-м Беклин снимется с места и повезет свой отяжелевший семейный обоз в Веймар, где оседает и даже преподает в местной художественной школе в должности профессора. В 1876-м снова Мюнхен. Беклин уже известный мастер. Театр Вагнер, опера Зигфрид и слава отменного декоратора. Спустя четыре года Италия уже навсегда. В Флоренции вилла Лоренцо Великолепного. Короткие вылазки в Неаполь и на остров Истрия, где в те годы жил Вагнер. Вагнер вроде был, как мы бы сейчас сказали, не тусовщик. Он не ходил на разные салоны, выставки. Он так скромно жил со своей семьей, со своими детьми. У него была масса детей, насколько я знаю. Он так тихонько прожил свою жизнь очень достойно и работал. У меня много детей, частенько говаривал художник, и много с ними радостных минут, но много и работы. И примечательно, что в отличие от мастеров его эпохи, которые искали в детстве лишь невинность да наивная прелесть, Беклин уже сразу находил индивидуальность. Я люблю писал о своих малышах, улавливать сущность их натуры в движении. Я пристрастен к ним, пока они маленькие, но уже тогда в каждом из них видны характер и склонности. Существует непроверенная информация, что в семье Беклиных было чуть ли не 14 детей, и 8 из них не пережили детского возраста, но достоверна только гибель семилетней лючей. В 1868-м во время игры девочка упала, сильно ударилась головой, пустячная, на первый взгляд, травма, но врачи спасти ребенка не смогли. Тут очень всегда трудно судить, насколько события жизни художника отражаются в его творчестве. С одной стороны, безусловно, отражаются, с другой стороны, они никогда не отражаются прямо. Знаете, я вспоминаю жизнь Густава Малера, моего любимого композитора, там вообще получилось поразительно. Он написал песню об умерших детях, песню об умерших детях, ему жена говорила, ну не пиши-то, у нас двое детей, и дочка умерла у него. Понимаете, после того, как он это написал. То есть он как бы предвидел, ну бывает по-всякому, как-то все переваливается в душе художника не прямо, а как-то опосредованно. Я сам, например, я пережил 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. Я пережил это не просто, что я был в Нью-Йорке. Я был именно там, где это все произошло. Просто это все валилось мне на голову, можно сказать. Я находился в здании соседнем, на крыше этого здания упали осколки того самого самолета, который пронзил World Trade Center. И мне говорят, ну ты, наверное, должен написать какой-нибудь там. Я говорю, ну я не могу ничего написать. Ну, я когда думаю об этом, у меня просто все внутри трясется, что, когда я помню, этот шок страшный. Я не могу ничего об этом написать. Но через 10 лет я все-таки написал. Вот эта симфония «Город чумы», она в каком-то смысле вот отражение вот этого страшного ощущения. Эрнольд Беклин, как мне кажется, он как раз такой художник характерный для этого времени, специфический художник. Потому что, с одной стороны, он корнями своими уходит, конечно, в эпоху реализма. У него довольно много вполне реалистических картин. Есть совершенно обычные работы, портреты, пейзажи и все. А вместе с этим он один из первых почувствовал вот эту вот мистику, вот эту вот какую-то тайну, тайну природы, которую он пытался изображать на своих картинах. Он не стал художником первого ряда, он не стал таким знаменитым, как какой-нибудь там Ленуар или Ван Гог. Но для многих, и для меня лично, всегда его имя было, конечно, так сказать, известно и даже в каком-то смысле сакрально. Беклин никогда не стремился к мимолетному успеху. Мнение публики его волновало мало. Работать в угоду заказчиком он не умел и так и не научился. И порой ссорился с теми, от кого зависело его благосостояние. Его частенько не понимали, обвиняли в салонности, но он обладал невероятным воображением и никогда не руководствовался примитивными вкусами. Он предпочитал недосказанность и даже делая порой многочисленные копии со своих картин, никогда не повторялся. Но есть такое понятие реприза. Ну, то есть вот начинается музыка какая-то, потом идет средний, а потом идет реприза. У среднего композитора реприза точно так же, как в начале. Ну, то есть повторил нота в ноту. Хороший композитор, Моцарт, Бетховен, там, не знаю, Брамс и так далее, он обязательно сделает какую-то вариацию. Он никогда не повторит буквально, потому что наступило новое состояние. И в этом и есть мастерство. И Беклин. Да, и Беклин. Потому что художник не может повторить, как бы модифицирует. Всегда немножко вот как он чувствует это именно сегодня. И в этом колоссальная ценность. Многие находили Беклина этаким сложным символистом. Он же видел себя просто пейзажистом. И даже в немногих евангельских сюжетах для него важна была только натура. Подолго обдумывал замысел, совершал длительные прогулки на пленэр. Мысленно выстраивал каждую мелочь композиции. Делал наброски общего вида и деталей отдельно. Эскизы набрасывал бегло, в ранний период легкими мазками и тонко положенными слоями краски. Тщательно прорабатывал освещенные зоны в фоне и затененные на первом плане. Умел мастерски передавать такие трудноуловимые моменты, как влажность воздуха или почти невесомое дуновение ветерка. Его очень интересовала химия красок и сочетание цветового спектра. Так ранние портреты выдают увлечение палитрой старых голландских и фламандских мастеров. Заказные портреты писал только ради зарабатывания на хлеб. Считал портрет жанром несвободным, но и в нем искал схему идеального и нашел в античных образцах. Что же до мифологем, то это вне сомнений конек Беклина. Причем его окололегендарные истории часто поражают своей домашностью и полной реальностью происходящего. Все его притчевые персонажи, показанные вблизи, каждый наделен своим характером, чертами облика, повадками и реакциями. А самому мифическому направлению Беклина свойственна какая-то пленительная двойственность. Пример покинутой Венеры, где художник делает нас свидетелями метаморфозы а-ля Пигмалион. Мраморная статуя на наших глазах оживает, превращается в загадочную молодую женщину. Но Беклин не пытается убедить нас в том, что это превращение состоялось до конца, что и позволяет теперь уже зрителю рассматривать развитие сюжета двояка. Может быть, действительно Беклин не задумывался об этом. Может быть, он делал это совершенно интуитивно, как часто бывает. Но, тем не менее, в его работах явно присутствует какой-то второй план. В 1892 году Беклин со всем своим семейством переедет в маленький тихий итальянский городок Сан-Доминико дель Физоли. Теперь в шумную и суетную Флоренцию он будет приезжать только для того, чтобы, как он сам говорил, пописать с натуры по-прежнему эту родину ренессансных титанов. Все же остальное время Беклин будет проводить с семьей в своем новом доме, стены которого увивали растения, в окна заглядывали пушистые грозди лиловой глицинии и дарили всем аромат. Он будет очень любить сидеть в своей лоджии, стены которой и выходить во дворик, который купался в благодатной тени в самое жаркое время дня, а эту тень отбрасывали стены древнего монастыря. И тем удивительнее, что именно здесь, в казалось бы, оке покоя, умиротворенности, почти идиллии родятся последние две работы Беклина, которые все находят самыми страшными, самыми больными и самыми безысходными. Война и чума. Войну и чуму сочтут посланием Беклина, его провидением и предостережением для потомков. А вскоре чума и вовсе превратится в такую страшилкую иллюстрацию уже научных трудов по истории 20-го столетия. Именно в ней усмотрят намеки на грядущие катастрофы. Обратят внимание даже на то, что из змеи на птичьей пасте коня чумы смерти вырывается не пламя, а дым, и решат, что Беклин предугадал использование отравляющих газов в ходе ведения боевых действий Первой мировой. Хотя, возможно, Беклин просто наткнулся в своем альбоме на старый рисунок холера, что был набросан им еще 20 лет назад, и решил реализовать его в масле. Впрочем, в эффектности чуме не откажешь. Чувствуется такая страсть и энергия колоссальная. То есть он действительно выложился, что называется. И чума, и война это такие мощные высказывания. И всегда считалось, что чума это не просто болезнь, это, конечно, божья кара, которая насылается на кого-то. Человек, который не боится чума, он входит в чумной барак, ну, доктор, например, он лечит людей, он со ними соприкасается, и он не заболевает чумой. И вдруг в другом конце города заболевает человек, который не прикасался к этим чумным людям совершенно. Вот чума его находит, и этот человек оказывается в чем-то виноват. То есть это некая такая мистика чумы. И думаю, что Беклин об этом всем знал. Это, конечно, очень сильная картина. Современная Беклина публика чудовищными видениями художника ужаснется. Но глубины его идеи так до конца и не постигнет. В тот период всех значительно больше будет занимать празднование его семейства. 70-летнего юбилея, которое с помпы проходило в художественной галерее Базеля. Во славу Беклина была даже отлита бронзовая медаль. Вернисаж сопровождала музыка Вагнера. А самого художника в качестве почетного гостя пригласили на биеннале в Венецию. Беклин ко всей этой мишереи отнесся чуть скептически. А спустя четыре года, едва шагнув в 20-й век, скончался. Это случилось 16 января 1901-го. Мастеру было 73. Ну, я думаю, что у Берлин на самом деле был очень такой глубокий внутренний мир, да, и события, которые происходили вокруг него в реальности, да, они его почти не касались. Мне кажется, что он жил как-то отдельно от этого. У него был свой мир, который он воплощал своей живописью, и, в общем-то, он был таким отдельным человеком. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok